приветствую вас в прошлом видео я показал 3d модель которую нарисовал и комплект чертежей а теперь попробую по этим чертежам сделать сразу говорю я на самом деле никогда раньше такими делами не занимался вот поэтому не знаю как получится не получится красиво некрасиво по факту короче вот такие доски куплены это значит получается вот это это вот на чем реше считает но будет держаться это вот эти доски краса на и соответственно сейчас буду отпиливать чтобы пропил был нормальный я подрезал его ножом и сейчас отпилим а потом уже отпилю все остальные используя это как линейку как шаблон действительно ребята не обмануть если сделать надрез то она потом к на выходе не откалывается древесина я сделал такую вещь я взял на этом на этой бабушке сделал пометку эта пометка соответствует расстоянию от прореза до шины до конца шины и следующие я буду пилить так чтобы у меня ровно было а то я что-то пропилил не очень ровно мне показалось то что ровно при помощи вот этого металлического уголка на него будут пираться у копных досок получается кромка не ровно отрезана но это естественно ее надо выравнивать продольные готова потом взял сверлу побольше диаметром как шляпка и просверлил чтобы сюда вошла сама шляпка вот так вот теперь отпилим этот боковины большие технологии точно такая же пока доска сороковка или не сороковка сороковка должна да купил пилку специально для мягких пород дерева и можно ей пилить без всяких надрезов очень получается ровная отпил следующая деталь это ножки тут и чертеже не указано вот это вот расстояние равно 1 сантиметр как делал ножки взял брус 40 и его от фрезеровал с двух сторон фрезой у которой радиус скругления 10 миллиметров потом вручную прямой фрезы у меня не было тогда вручную сделал пропилы и сколол стамеской получились вот четыре такие заготовки там по чертежу надо будет еще сделать паз но тогда когда я делал еще фрезы у меня такой не было передняя перила задняя перила передняя перила не до конца и здесь получается должно быть скругление я его значит от фрезеровал сначала по длине потом по ширине вот этот вот переход я на самом деле не стал фрезеровать потому что не знаю не умею как это делается я просто ножом сила скругления надо будет потом зашлифовать и нормально вот здесь вот фрезой пригорело маленько наверно надо было поставить обороты поменьше так боковины ну боковины легко фрезеровать потом от фрезера стандартная направляющие опорная она получается целиком упирается об него поэтому фрезеровал сначала по длине потом по ширине потом здесь и точно также ножом чуть-чуть подрезал никакую никакие пазы для них я еще не делал потому что там они сложной формы я нарисовал треугольные еще пока не придумал как это делать так это реки 28 штук их балясины значит как я делал вот эти черваки фрезеровал четыре угла много я сделал такое приспособление я взял одну рейку поставил так на концах сделал упор здесь упор здесь и просто клал лейку она была в районе с торцом высока и направляющая от фрезера шла по ним по обоим и потом просто переворачивал получилось достаточно быстро следующий момент это балясины отпилил я их разом по несколько штук сразу то есть сделал две вот такие вот направляющие с этой стороны и с этой потом выдвигал на необходимую длину и отпиливал лобзиком и вот сейчас я начинаю делать не доделывать пазы точно так же то есть закрепил здесь закрепил здесь закрепил здесь сзади чтобы подошва фрезера по вот этим вот полукругом нормально двигалась сверху надо взять и пришпандурить вот фанеру еще чтоб он ехал по фанере по ширине фрезеровал фрезой 6 поэтому приходилось проходить два прохода на самом деле первый раз так сделал второй раз я прошел сразу за конечную глубину паза и остальное просто сколол стамеской а сейчас вот купил фрезу тоже прямую но на 10 миллиметров поэтому сейчас я возьму и пройду за один заход согласно чертежу глубина должна быть пол сантиметра вот я сначала попробовал настроил а потом прошелся обязательно в маски надеть потому что если без маски работа то потом кашлят жгучий начинается от этой мелкой щепки как там говорят ожиданием реальность прорезал пазы все и треугольные треугольные конечно бы не надо было треугольных делать лучше квадратом надо было делать и перенес уже этом нижняя часть коробки на ней тоже на клей посадить треугольных пазы тоже проверил первый раз вообще пазы резал причем резал получилось то что это где это 8 миллиметров шириной даже 9 а фреза у меня на 6 поэтому пришлось проходить два раза поэтому еще тоже сыграл роль потому что получилось вот один сантиметр глубиной старая пословица есть 7 раз отмерь один раз отрежь когда пазы прорезал чуть как-то не посмотрел и получилось у меня такая вещь пришлось здесь квадрат делать а иначе бы тогда эти пазы бы не совпали с этим пазлом самое главное это внимательность здесь тоже шипы вырезал тоже вырезал фрезой за несколько раз поэтому они такие получились на самом деле кривые поэтому отсюда первый вывод то что надо вырезать за один проход и фрезой диаметром равным шип это вот это вот извращение получается второй момент это то что получается вот эти вот заготовки все они имеют там в магазине пишут 20 миллиметров а на деле тут 1817 то есть отталкиваться от толщины материала получается нельзя или это надо самому материал делать вот так получается осталось сделать еще одну период заднюю передняя вот она заднюю период сейчас я возьму все от шкурю хорошо и тогда уже можно будет начинать склеивать то есть я склею вот эти вот две боковины потом склею длинные самые части а потом уже надо будет тогда придумать как их вместе скрепить еще я пока не знаю наверно придется вырезать сверлить отверстие и туда не знаю саморез как и закрутить склеивал pva размешаны с опилками с мелкими опилками надо будет зашкурить сейчас пока она там сохнет досыхает надо будет здесь сделать вырез потому что тогда когда фрезеровал я получается сфрезеровал две сразу и здесь получается осталось вот ненужные пазы я для захода получается матрас будет так вот для захода здесь будет ниже эту часть получается срезал поставил нужной ширины и электролобзиком используя это как направляющую отрезал зафрезеровал с одной стороны здесь ровно задняя стенка аналогично передней сейчас пока она сохнет начал делать рейки нижние на которых матрас будет лежать из того чего было а был вот такие широкие доски блин жалко их конечно но я их сейчас еще в дольку буду перепиливать тоже по чертежу там у меня получается пять сантиметров а она 147 широкие такие вот после того как перепилил тоже зафрезеровал причем почти все фрезеровал со всех четырех углов а две штуки которые крайне зафрезеровал только с одного бока ты соответственно все подготовил к покраске то есть после того как зашкурил прошел все еще влажной тряпкой и красить для тренировки покраски сделал лавочку и покрасил ее одним слоем краски краска не вонючая но она густая как сметана на акриловой основе и за счет того что слишком густая у него потеки образовались поэтому когда красил кроватку ми из минусов то что она вам очень пачкается придется наверно попозже еще потом подкрашивать лет через пять в качестве крепления вот такие вот болты я у них сточил на точили под 14 ключ чтобы можно было затягивать с этого бока а концом своим они уходят соответственно деталь просверлил просто шуруповертом а с этой стороны перо и туда вставил гайку ну достаточно тяжело попасть оттуда сюда но все равно это возможно и после того как затянул она стала мертво держаться получилось то что отдельно часть боковина отдельно перед зад и другая боковина ну и соответственно заключительный этап это то что разместил основана который матрас ее прикрутил саморезами с обоих сторон и все вот такая получилась кроватка нельзя сказать что прям супер пупер и что мне нравится но в принципе как бы получается то что если покупать то она была будет конечно дороже по времени получается как бы заняло это неделю вечерами поделать свое удовольствие вот а из инструмента минимум как бы сейчас бы конечно бы если делать то необходимо конечно чтобы все доски были точных размеров по габаритам а не закладываться на то что купил там доску на которой написано что она такой-то толщины вот ну пока она не развалилась как развалится надо будет новую сделать всем спасибо и до свидания